Билет на тот свет за 250 тысяч долларов. Катастрофа Батискафа Титан. Чудо, увы, не случилось. По официальной версии, Батискаф Титан взорвался. Причем произошло это, скорее всего, почти сразу же, как он пропал с радаров. Сверхсекретная акустическая система BMC США зафиксировала звук взрыва. Корпус Титана найти пока не удалось. В сети публикуют шокирующие кадры. Титан управлялся джойстиком за 30 долларов. На нем не было никакого специального оборудования связи. Оказывается, компания Ocean Gate, организатор турни до Титаника, в свое время не хотела нанимать 50-летних скучных дядек с опытом управления субмаринами. Вместо этого собрали команду из вдохновляющих молодых людей. Экспертов по подлодкам среди них, конечно же, не было. Впрочем, один скучный дядька в Ocean Gate все-таки был. 51-летний эксперт Дэвид Локридж, директор по морским операциям. Увидев творение Ocean Gate, Локридж наотрез отказался проводить испытания с людьми, за что его ей попросили из Ocean Gate. Что же так возмутило Локриджа? В первую очередь, экспериментальное устройство Титана. Он сделан из углеродного волокна. Это хороший материал, вот только для спуска к Титанику вряд ли годится. Чудовищное давление на глубине около 4000 метров могло схлопнуть его в состоянии лепешки. Именно это и произошло. А еще вдобавок, в кабину постоянно закачивался кислород и никуда не выходил. С этим тоже инженеры заморачиваться не стали. Даже если на уроках химии вы спали, все равно. Наверное, знаете, что кислород хорошо горит. При этом, все аварийное оборудование на корабле управляется сенсорными экранами. Либо просецкими джойстиками. И главный вопрос, почему эти очевидные вещи не предусмотрели? Причина проста, как три копейки. Сэкономили на испытаниях и материалах. Все это выглядит немного странно на фоне билета за 250 тысяч баксов на одного человека. А может, не так уж странно. Конспирологи мимом сострепали свою версию. На борту, мол, одни миллиардеры. Проблем куча. Недоброжелателей еще больше. История с загадочным исчезновением сверхбезопасного батискафа. Идеальное прикрытие для богачей, желающих по-тихому пропасть с радаров и залечь на дно. Кстати, есть и откровенные мистические версии. Удивительно, что ассоциация с Титаником навевает не только название батискафа. Его пилот и гендер компании оказался родственником погибших пассажиров легендарного лайнера Исидора и Иды Штраусов. Он женат на их праправнучке Венди. Хотите или нет, я думаю, что каждый задумался о проклятии Титаника. Ну что ж, друзья, на этом мы заканчиваем свое видео. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.